Многие из рабов Аллаха думают, что поклонение Всевышнему Аллаху – это только наш намаз, это наш пост, это наши садакат, закат, но, однако, забывают о важной нукте, о важной вещи. Это хорошо, должным образом думать о Всевышнем Аллахе и освободить свое сердце от плохих мыслей. Многие из людей боятся за свой риск, боятся за свой удел из этой жизни. Смогу ли я прокормить своих детей? Что будет завтра? Сегодня у меня в кармане там 100 рублей только. Как я проживу на этом? Он у себя делает причину, сабаб. Однако он боится. Тем самым он думает, что риск, то, что удел, в его руках. Однако Аллах в Коране говорит, сколько людей сделали аборт в этой жизни, боясь, что не прокормят своих детей. Аллах в Коране говорит. Не убивайте своих детей, боясь, что не прокормите. Почему? Потому что Аллах в Коране говорит. Потому что я даю риск, я даю удел им и вам. Говорит Всевышний Аллах. Каждый ребенок своим риском рождается. Также посланник Аллаха сказал. Ни одна душа не покинет эту жизнь до тех пор, пока полностью не заберет свой удел обещанный от Аллаха. Поэтому если бы мы хорошо бы думали об Аллахе, об Аллахе, то, что Аллаху он дает риск. Аллах говорит, кто вам дает? Скажи, кто вам дает удел с небес и на земле? Если какой-то другой Господь, помимо Всевышнего Аллаха, если бы человек понимал бы это своим сердцем, то, что риск, то, что дает удел Аллах, то тем самым он бы смог бы своим сердцем полагаться на Аллаха должным образом. Посланник Аллаха сказал. Если бы вы смогли бы должным образом полагаться на Всевышнего Аллаха, то он бы давал бы вам риск, удел подобно тому, как дает птицам, который вылетает из своего гнезда с пустым желудком, возвращается полным накормленным. Здесь вопрос, можем ли мы полагаться на Аллаха должным образом или нет? После этого, как человек хорошо начнет думать об Аллахе, начнет полагаться всем сердцем на Всевышнего Аллаха, и его сердце очистится от плохих мыслей, его сердце очистится от того, что риск именно он себе находит, а не Аллах ему дает, и тем самым было бы по отношению к нему и остальным меньше проблем. На сегодняшний день, уважаемые братья, можно посмотреть и увидеть, и в последнее время это увеличивалось, сколько людей унижает друг друга, посягает на честь, посягает на жизнь, на имущество других, боясь, что не выживут без риска, боясь, что не прокормят себя. Сколько людей поругались друг другом из-за денег, сколько людей, даже вот недавно ситуация, все вы эту ситуацию знаете, которая несколько дней произошла, когда один убил другого из-за денег, позапрошлом Рамадане, когда братья поспорили и начали стрелять из-за денег. То есть неужели человек до такой степени любит эти проклятые деньги, то, что он может посягаться на честь, то, что он может посягаться на кровь, на жизнь другого брата своего. Сколько женщин остались вдовами, сколько детей остались сиротами из-за этого проклятых денег. Если это не твой хак, если ты можешь забрать, забери по своему хаку, так как Аллах нам приказал, так как постанник Аллаха, и ни в коем случае не враждуйте, не переступайте границ, Аллах не любит таковых. Наш ислам, наш иман, уважаемые братья, в первую очередь я самому себе говорю, не только в тахаджуд намазах, не только в посте понедельник-четверг, нет, мы должны глубже смотреть на это. Наш иман в сердцах наших должен быть то, что Аллах дает риск, то, что, как сказал Пророк Мухаммад салаллаху алейсалям, неужто это должно через одно указать и через другое выйти? Пророк Мухаммад салаллаху алейсалям, Харам, запрещено по отношению друг к другу ваше имущество, ваша честь, ваша жизнь. Подобно тому, как запрещен этот день, День Арафа, подобно тому, как запрещен этот месяц, Месяц Мухаммад, и подобно тому, как запрещен в этом месте, как запрещена эта местность. Кому обращение было посланник Аллаха, он говорил это воздух, или к нам, к верующим он говорил это, и через все поколение верующие приносили это и передавали это своим детям. Мы должны помнить то, что мы все воскреснем перед Всевышним Аллахом, то, что сколько бы мы ни жили, покинем эту жизнь, покинем своих детей в этой жизни, покинем свои дома, покинем доллары, миллиарды, миллионы, ничего ни одной копейки с собой не заберем, кроме одного в свои дела. Пророк Мухаммад салаллаху алейсалям сказал, три вещи человека мертвого будут провожать до могилы. Две вещи тут останутся. А с ним только одна вещь останется. Да, могилы будут провожать его богатство, его имущество, его машины. Его семья, его дети, его супруга, близкие. Время пройдет, без него его деньги разделят, имущество. Время пройдет, уже семья так переживать за него не будет. А что с ним останется? С ним останутся только его дела. С ним останутся только его дела. Поэтому Пророк Мухаммад сказал в Коране, ни в коем случае ни конфликт, конфликт ситуации не создавайте, не спорьте. Вы проиграете, и от вас даже запаха не останется, говорит Всевышний Аллах. Во время сахабов не было таких сильных споров, как сейчас среди мусульман. Умар Аблина Хаттаб во время правления Абу Бакр два года работал у него судьей. И за два года ни одного дела не было. Почему? Потому что они могли тут же решать. У тебя есть мой хак, твой хак у меня. Иди сюда, забирай, зачем ты идешь кому-то жаловаться. Между собой могли договориться. Хотелось бы вспомнить об одной истории. Как поступили сподвижники по отношению друг к другу, в отношении хак, которая принадлежала. Когда был правителем Муауя ибн Абисуфьян, был правителем, если посмотреть на представление сегодняшнего дня, правил двадцать одним государством. Правителем был. Халифа. У него он жил в Дамасске. У него был сад в Медине. По соседству сада Абдулла бин Зубейра бин Аввам. Абдулла бин Зубейр – это сподвижник, сын Зубейра бин Аввама. А его мама Абдуллы – Асма бин Аби Бакр. Асма – дочь Абу Бакр, то есть внук Абу Бакра. И вдруг рабочие, которые работали в саду Муауи в Медине, напали на рабочих, которые были по соседству на сад Абдулла бин Зубейра. И зашли на территорию его сада. Тогда разгневался Абдулла бин Зубейр и пишет письмо в Димаш, кавшам, Муауи – правителю. И в письме пишет, То есть себя возвысил, говорит, сын Абу Абдулла бин Зубейра, письмо от Абдуллы бин Зубейра, апостола пророка Мухаммада, сына Асма бин Абу Бакр. Сын дочери Абу Бакр. Кому направлено? Правителю Муауи. Как он его сказал? Направлено письмо Муауи. Сын Абу Суфиана, он его хотел унизить и сказал сыну Муауи, сыну Хинд по матери, та, которая кушала печень. Скушала печень Хамзара. И потом он сказал, написал в своем письме, Твои рабочие напали на мой сад, если ты их не заберешь, тогда между мной и тобой будет разговор, будет проблема. Когда он прочитал это письмо, рядом с ним был его сын Язид и сказал, Что ты можешь сказать по отношению этого письма? Язид сказал, отправим ему войско в Медину, то есть он правитель, правитель мусульман, в тот момент отправим ему войско. Такое войско, которое начало его будет у него, а конец здесь, то есть от Шама до Медины, принесут тебе его голову. Он мог бы это сделать? Мог. У него есть сила, у него есть власть. Однако что он? Он сказал своему сыну, Нет, говорит, ответим лучшим. Поэтому Аллах в Коране говорит, Не может быть одинаково плохое добро и зло. Отвечай на плохое хорошим. Если ты отвечешь на зло хорошим, добром, тогда увидишь то, кто был твоим врагом, он станет твоим приближенным другом. Он что ему отвечает на письмо? Письмо от Муавия, сына Абу-Суфиана, правитель мусульман. Или, кому направлено, не оскорбил его? То есть, как он себя писал, так же ему ответил. Сыну Абдуллах, сыну Зубейра, Ибн Абдуллах, сыну Асма бинт Абу-Бакр. И дальше пишет ему. Ида каана байни ва байна ка дуния, фауахабту гаилейк. Если вопрос между мной и тобой стал этой дуния, то я тебе подарил это. То есть, если бы мой сад был бы такой величиной от Шама до Медины, я бы тебе тоже бы его подарил. Если до тебя дошло это письмо, забирай мой сад с моими рабочими. Это тебе подарок. После этого он прочитал письмо. Прочитал, заплакал до того, чтобы борода стала мокрой. И пришел, сел на свое верховое животное, пошел в Шам, в Димашк, к правителю, к Муави. Подошел к нему и поцеловал ему голову. Тогда Муави посворачивается к своему сыну и говорит. Что ответишь на это положение? О, сыночек, тот, кто прощает, тот является господином. Ответить легко. Мужество не является в том, чтобы ответить. Мужество является, чтобы свой гнев спрятать и простить. Вот это мужество. Каждый человек может другому ответить. Если его обозвал, может ударить. А вот именно кто простить, это только могут мужчины. Мужчин, я уверен. Восстатить его. Он – он –, рам. Мужчин, господин. Мужчин, господин. Мужчин. Мужчин. Мужчин.